Саратов всегда был кузницей, великолепной профессуры, врачей замечательных. Саратовский университет всем известен, в стране известен хорошо. Очень важно, что санитарный щит страны, которая создается кондитативно президента, это очень серьезная, продуманная система, которая позволит помогать людям и во время пандемии, и не во время пандемии. Здорово, что здесь, в частности в Саратове, вы в этом доме совершите все основные работы. Надо просто признать, что в области специализированной больницы, инфекционной, нет отделения взрослых, городской больницы. Вот и все возможности. Детская больница, морально устарел, находится более-то практически в густозаселенном районе города. Она должна быть вынесена из живой зоны, поэтому строительство больницы решает все проблемы. Если говорить о технологиях, то, наверное, это самое высокотехнологичное медицинское учреждение будет в области. А всего будет работать порядка 1400 человек. Сергей Шаридович также говорил о той проблеме, которая есть в городе. Без сомнения, мы это поддержим. В следующем году нужно начинать. Единственное, что я бы хотел, чтобы Министерство здравоохранения с вами вместе, с коллегами из региона, проанализировали реальную потребность, так сказать, и посмотрели, что с пограничными регионами, с точки зрения заболеваниями с туберкулезом. Спасибо большое, потому что у нас на самом деле большая проблема, действующая противокуберкулезная больница, где спонсер находится в самом центре города. Глубоносить надо было давно, причем находится в доме губернатора Полыпина. Это больше 100 лет самому зданию. Понятно, памятник культурного наследия, но самое плохое еще, что в каждой палате фашистское удобство в конце коридора. Поэтому ваше решение снимает все проблемы. Мы из города выносим, получаем высокотехнологичные медицинские учреждения.